Привет, мы на канале Ярик Водила и это Focus ST 2.3 EcoBoost 4. Чай, кофе, поехали. Из конкурентов у него A45, Leone FR, S3, RS3, что там, это Renault RS, Renault Megane RS, Clio RS. Ну так, что прямо из конкурентов ценовой политики, я считаю, это Megane RS и вот этот Focus, две машины. На Megane я не катался на RS. Да, он тоже регулетный в салоне, но она за эти деньги должна сколько стоить? Это не A45 и не RS3 какая-то, хотя в S3 там все видели, нихуё в салоне нету хорошего. Ярослав. Ну я так пикаю. Хочу добавить, конкуренты, конечно, лютые, конкурировать с Renault. В смысле, это Megane RS, ты просто не каталась, ты не знаешь, как это же машина. А в плане салона тут прикольное сидение на самом деле. Ну это не прикольное, есть версия, вот там прям ковши. А тут типа полусидение, полуковши получилось немножко убого. Мне лично не нравятся, они какие-то массивные, как в этом, как в Кабане 140-ом. Ну мне нравится, там написано красным СТ. Нет, ну если красным СТ написано, тогда ладно, конечно. Ну за то цене, которое предлагают, если это, конечно, несуразная машина, типа, ну тогда уже можно взять С3 или уже идти искать БМВ. Не знаю, за что тут 35 тысяч, но сейчас проверим. Ну явно не за цвет. Мотор этот такой регулетный, он так сыпется, ну, смотри, короче, так. Киноки, поднимай, ты думай, а в съемке ходишь шарпаешь, блин, как колхозник какой-то. Мотор, короче, в чем прикол этой машины, этот мотор еще стоит, вот ты в дончике, когда видела, куча мустангов ездит, вот этих пезеров, это вот эти пезеры, там такой же мотор стоит, но только эта машина лененькая, ей хватает этого мотора, а вот эти ездили на 2-3 вонючках вот этих мустангов, я считаю, это люди с маленьким писаном и с большими амбициями. Только слышишь, эта машина хотя бы 35 стоят эти мустанги по 10 тысяч долларов. Да, ну потому что с Америки, детки, не в этом суть. Суть в том, что мустанг, эта машина, в ней должно быть 5 литров, вот как будто изначально производилась, 5-литровая какая-то дура, в которой живет и едет. Прикол машины в том, что никто даже не подозревает, если Гольфер, там уже люди знают, уже какое-то понимание есть там, а тут неприметный, если ты даже не в синем цвете, а в каком-то неприметном возьмешь, ты вот так вот едешь, едешь на светофорчике. Не получится показать. И как унизил Гольфер какой-нибудь или РС-3, ну РС не получится, ну РС-3 какую-нибудь можно будет унизить, потому что ты на палке, можно ее драть сколько хочешь. Так, Кенблок. Короткая кулиса, короткая стулька, класс. И очень дергается, что не привык на ручки. Да я, блядь, сегодня езжу на ручки, но все равно не привыкну к кольку. Я сейчас охренею, да, от ручки такой? Ну ты к сцеплению, да, не сразу привыкнешь. А ты меня вставляешь в обзор, как я за БМВ ехала, ты вставил в меня? За БМВ не помню. За аудио вставил? Вставил, вставил. Все, ну будут тоже обзорчики от меня. Как думаешь, заглохну? Нет, все, сними. Все, снял? Да вроде. Неудобно, если честно. Да я ее научил на механике. Так. Ну кольцо проедь, чего ты? Нет, я не хочу кольцо, потому что я бесправ. Ладно, по кольцу проеду, да? Да, проедь. Мне не хватает внешнего, вот он как-то не дерзкий выглядит. Может из-за этого цвета, если бы он в сером каком-то. Ну какие-то вот бампера не идти. А, ремень, да? Да, прикольно, конечно, слышишь? Ну это, блин, мне вот нравится, вот, это то, что я говорила. Мне не нравится механика, потому что у нас доподобная механика. И, типа, на ней тяжело и заводиться. Ну, я глохла постоянно. Здесь я с первого раза, я не заглохла. Знаешь, за компанию ее основали, имея 28 тысяч долларов. Янери Форд со своими кинтами. А через год он наладил производство и уже заработал 37 тысяч долларов. А что-то он москвич не может собрать. Очень успешная компания, очень крутая машина. Но минусов у нее просто пизда. Ярослав. Минусов у нее очень много. Ну, знаете, с чего наш обзор? Влезу немножко и расскажу. Самое интересное, я считаю, когда берешь машину на тест-драйв, как к тебе относятся здесь. Потому что мы столкнулись с разным. Например, вы видели, думаю, обзор на Volkswagen. Ярик супер плевался. Отношения там. Значит, самое классное, это было BMW. Это, кстати, наш был первый тест-драйв. В принципе, машина, которую мы здесь взяли. И было все вообще супер на лайте. Нам просто дали любую машину, времени сколько угодно. Сорок... Бляха, муха. Это что, она пукает там, подпукивает? Да. Колхоз, блин! Блин, ты меня сбил. Да говори уже. В общем, Ford охрененный мужик, который дал нам машину на тест-драйв, включил сразу же спорт, сказал, вот это вот супер. Вот так езжайте, масло будет в 90-х. Если нагреется, остановитесь. Звук слышите, да? Ну, вот если честно, мне нравится эта машина больше, чем Audi. Ну, потому что она и дешевле, чем Audi. Хотя странно. По логике, это у него она какая-то дорогая. Вообще, эта машина за свои бабки должна просто... Ну, у нее очень много поломок. Типа, она очень... Ну, Audi и Ford, конечно, все равно. Audi намного лучше, чем Ford. Но, не знаю, почему-то это поприкольней. Вот есть еще и RX, там полный привод. Там больше ощущений. Здесь передний, типа, привод. Ну, не так. Но все равно он классно дергается. Давай за город поедем. Давай. Я рассказывала. Рассказывай. Это уже сборная солянка. Такая всего получается. Значит, мужик, который в Ford, очень классный. Он включил нам спорт режим. И сказал, что если масло нагреется до 90-х, остановитесь. Я спросила, сколько у нас есть времени. Он сказал, сколько хотите. Но он сказал, час. Я говорю, час. О, это очень много. Я думал, что вот я уже придерживался этой концепции. Чем дешевле автоконцерн, дилер, тем хуже отношения. Ну, это чувак вообще крутой. Да. Куда хочешь включать, мотор не положи с маслом, не перегрей его. И все. Да, да. Не, правда, очень классный мужик. Типа, супер приятно. Я даже, кстати, про страховку ничего не сказал. Я не знаю, застрахована она, не застрахована. Он когда начал говорить, типа, я пойду, типа, машину, помнишь, отгоню, я говорю, все, он едет с нами. Хочешь оборотов, крути, не крути, короткоступка, вот это та. Если умеешь на сцепление нажимать, все получится. Ну, я и не хочу даже смотреть на салон, типа, мне тут неинтересно. Мне интересно, что она едет, очень классно. Такой тяжелый, увесистый руль, можно отделать. Вот тут, кстати, кнопка, как-то лаунч-контроль должен включаться. Вот, порт включается, видишь? Очень удобно. На руле, оп, демякнул и полетел. Короче, на поворотнике кнопка, насколько я помню, это лаунч-контроль должен включаться. Знаешь, что такое лаунч-контроль? Да. Что это? А что это? Это, чтобы разовать с оборотов сразу вниз. А, не, не, этого не знаем. Ой, блядь, Ярослав! Давай, давай, бегом. Посмотри, куда он бегом тебе пойдет или идет. Блин. Ой, 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 ой. Резина хуевая стоит. А ты слышал, он сказал, типа, когда дождик пойдет, типа, очень хорошо будет ездить. Я не слышал. Ты не слышал в конце уже. Говорит, похода, чуть-чуть мокрая нужна. Не знаю, прикольная чувак. Давай только сейчас, чтобы мы где-то в повороте не разложились, блядь. Классно. Блядь. Не, классно. Прикольная. Да, сиденье, вот оно некрасивое, оно держит прям, типа, боковая поддержка. Но ты как-то и высоко здесь сидишь. Ну, вот я сижу на пассажирском. Удобно, могу сказать, удобно вот это вот. В Ауди реально неудобно. Вот отвечаю, неудобно. Да нет, очень интересная машина. И ковши в Ауди неудобные. Ковшей не было в Ауди. Я, в которой сидела в оранжевой ТТ, просто рыгатня. Давай, начнем с колхозной палочки, которая держит этот капот. Слушай, палочка, не показатель. Машина, ты сама только что сказала, что машина едет. И на свой день, если взять ее за нормальный ценник, за 25, это дай Боже. Вот эта прыжечка, про которую я говорил, которая весь налопается, взрывается и не выдерживает давление. Ее сразу надо будет заменить. Если такой заваливатель. Что еще? Еще проблема турбонадула. Он либо высокий, либо низкий, падает давление. И суть в том, что машина теряет мощность. Но если ты на ней не нажимаешь, то ты как бы и не почувствуешь, не поймешь этого. Да не матюкайся. Я думаю, что плохая резина. Потому что она не держится особо. Банка вот эта сзади классная. Дерпи. Мне нравится. Здорово. Класс. И вот этот мотор. Вот он именно для этой машины как раз не дать, не взять. А зачем он вставит мустанг? Для пайзера, для вот этих типов, которые ездят. Типа у меня мустанг. Не знаю. Класс. Вообще. Вот это вот и мне нужно вообще убрать. А мне не надо. Телефоны, телекраны. Короче, чтобы на ней ехать, надо много чего поменять сначала. И тогда уже что-то пытаться. Это еще перед тем, как ее шить, чтобы на ней просто выходить. Спидометр типа телевод такой. Что-то меняется. Что-то электрическое, что-то красивое. Вот прям не упомянуло. Это кнопка, правда, как с Алиэкспресса на этом. Включить, выключить. Зажигание. А так вот эта кулиса мне очень нравится. И сюда вот ковши, да, вот обычные. Ну, ты не выделил ковши. Вот как в Эрес стоят уже. Их же какие-то дерзкие пампераны. Какие-то обвесы на него, что-то Эресовское. Потому что он как-то очень мило выглядит. Правда, мило. Он такой прям. Да, миленький. Да, реально. Распространенные проблемы, это если пробивает прокладку между третьим и четвертым цилиндром, и антифриз попадает в систему. Это прям самое распространенное. Надо менять болты ГБЦ. Знаешь, сколько будет расход? Какой? 20. Да ладно. Все, красный. Ты шо? 20. Ну, по 17, там типа 17 может получать. Ну, если урагане. Если не урагане, то якобы там заявляют, что это там 7-6 метров. Я такого расхода. Я не верю. 4,7 он должен ехать до сотни на нормальных колесах, на нормальном зацепе. Ну, не работает драги почему-то. Я хотел записать сланча. Не подключается вот эта херня, я понял. Ну, приложуха вот эта, она к спутнику подключается, драги, и показывает за ней. А, да, все, поняла. Что-то ни секунд, ни вручную, вообще-то. Что я могу сказать, за 25, если ее найти, то это будет вообще огонь. Ну, я не знаю, таких вот, что прям конкурентов. Леон ФР там сядут, ну, мне лично вообще не нравится. Я на нем никогда не катался, но я не говорю желания. На А-45 ты уже не попадешь в эти деньги. Копейки нету какой-то там спортивной. С-3, я считаю, намного дороже за эти деньги, и она не оправдана. Поэтому, если вот так вот это Мегано Рез, то, что хотелось бы еще посмотреть, я обязательно найду его в оранжевом фирменном цвете или ножном. А вот это вот вообще лучшая тачка зайти. Если у тебя вдруг даже возникло желание брать вот этот вонючий Мустанг и Кабуст, даже не хума этого делать, бери вот этот фокус, а стоять и летай. Спасибо за просмотр. А меня забрать? Так он уехал реально далеко. Субтитры сделал DimaTorzok